Эстафиту праздничных мероприятий, посвященных столетию Великого Октября, приняла Москва. Программа мероприятий в столице оказалась не менее насыщенной, чем в Санкт-Петербурге. 5 ноября состоялось возложение цветов к могиле неизвестного солдата. Вместе с коммунистами, почтить память погибших воинов, прибыли 120 иностранных делегаций. Жак! 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 Также цветы возложили к мавзолею Владимира Ленина. Сегодня делегация вернулась в нашу столицу Москву и начала свою экскурсию с кремлевских дворцов и мемориалов. И пришли поклониться могиле неизвестного солдата, поклониться памяти, светлой памяти Владимира Ленина и возложить свои цветы. Геннадий Зюганов отметил, что несмотря на русофобию и антисоветизм, заслуги Великого Октября и Владимира Ленина очернить не удастся. Никакая ложь, никакая мышиная возня, никакие провокации никогда не потерпнут значение и величие Октября. Октябрь и Ленин спасли сгоревшую Первую мировую войну империю. Октябрь и Ленин предложили политику, которая позволила распавшую страну собрать в форме союзного государства Великого государства СССР, которое было светочем для всей планеты. Вечером 5 ноября в концертном зале «Россия» прошел торжественный вечер, посвященный столетию Великой Октябрьской социалистической революции. Открыл мероприятие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. «С юбилеем Великого Октября! Ура! Ровно сто лет назад трудовой народ нашей страны высоко поднял красное знамя над Россией. По всей планете разлетелись легендарные ленинские призывы, требующие мира, требующие землю крестьянам, требующие отдать заводы рабочим, требующие установить реально советскую власть, власть трудового народа. Хочу сказать, что его призыв услышали на всех концах планеты. Услышали прежде всего те, кто умом и талантом создает главные ценности на земле. Услышали солдаты, проливающие кровь и гниющие в окопах Первой мировой войны. Услышали труженики колоний, из которых капитал выжимал последние соки. Не просто услышали, а активно поддержали. Перед началом концертной программы по доброй традиции Геннадий Зыганов вручил партийные билеты вступившим в ряды КПРФ. Также за выдающиеся заслуги ученых и специалистов лабораторий по сохранению прижизненного облика основателя Коммунистической партии и Советского государства Ленинской премией наградили членов мавзолейной группы Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений. Для вручения премии на сцену приглашается руководитель группы Быков Валерий Алексеевич, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Премию вручает председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. Уважаемый Геннадий Андреевич, дорогие товарищи, мы заверяем вас, что оправдаем эту высокую награду и постараемся сделать так, чтобы всегда образ великого Ленина на многие-многие годы века сохранялся в памяти народов. Благодарю вас. Праздничный концерт воссоздал историю становления первого в мире социалистического государства. Что тебе снится, крейсер Аврора, в час, когда утро встает на дневах? Пусть ярость благородная, скипает, как полной идет, война народная, священная война. Это день победы, порохом пропад. Это праздник с седеною на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Помимо концертных номеров, зрители смогли увидеть кадры исторической хроники и фильмов, основанных на реальных событиях. Со сцены звучали всеми любимые советские песни в исполнении народных артистов. И сказал негромко он, он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской, пронесся над землей. Завершился торжественный вечер песни и вновь продолжается бой в исполнении Льва Лещенко. И вновь продолжается бой, и сердцу тревозь на груди, и Ленин, такой молодой, и юный октябрь берези. И Ленин, такой молодой, и юный октябрь берези. 6 ноября в Москве открылся Международный форум левых сил, который стал продолжением 19-й международной встречи коммунистических и рабочих партий. Форум также был посвящен событиям, которые произошли в России 100 лет назад. Участники форума отметили, что мероприятие дало толчок к дальнейшему развитию коммунистического и левого движения. Оно стало переговорной площадкой, на которой можно обменяться мнениями с коллегами, поделиться опытом и впечатлениями. Благодаря октябрю бывшая окраина царской России обрела свою национальную государственность. На основе БССР и того фундамента, который был создан в советское время, я имею в виду машиностроительный комплекс мощнейший, промышленность, электроника, различные другие направления промышленной деятельности, они сегодня лежат в основе современной экономики Беларуси. Великий Октябрь оказал огромное влияние на развитие России и ход мировой истории. Революция Октябрьской в 1917 году дал населению мира возможность чувствовать, что такое социализм. Это, конечно, было очень прогрессивное движение, которое дал возможность многотысленных народов всех стран, всех четырех-пяти континентов, и знать, что такое социализм – это общество более справедливое для человечества. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил участникам форума, что сегодня мир снова лихорадит капиталистический кризис. «Человечество понимает, что Советский Союз и Российская Федерация играли и играют огромную роль в стабилизации ситуации на планете, тем более бушует третий системный кризис. Я не устаю вам напоминать и хотел, чтобы вы это показали, что за 200 лет капитализмом было 12 кризис». Капитализм с каждым днем ухудшает положение трудящихся. Социализм является единственной возможностью для всестороннего развития общества и каждого человека. «Как участники форума левых партий мы выражаем уверенность в том, что российские коммунисты продолжат великое дело большевиков, а прогрессивные силы всего мира будут разворачивать все более уверенное наступление против сил политической реакции и социальной деградации». Мероприятия, посвященные столетию Великого Октября, завершились в столице праздничным шествием и митингом. О нем мы расскажем в нашем следующем выпуске. До встречи!